Всем привет! Несколько дней назад вышла одна очень интересная новость, которую я упустил, а сейчас она попалась мне на глаза и я не могу пройти мимо и не прокомментировать. Итак, новость такая, украинцев хотят сажать за спутниковое телевидение. Как видите, эту картинку просмотрело 14 тысяч человек. И информация следующая, что с 2015 года, согласно решению украинского правительства, в нашей стране запрещена трансляция большинства российских телеканалов. Сделано это по причине российской агрессии по отношению к нашей стране, сопровождаемой информационной войной со стороны России. Ссылка на Ukrainian Wall, ну по ссылке я переходить не буду пока. Кроме того, недавно в Украине обратили внимание на борьбу с телевизионным пиратством и закодирование несколько крупнейших телеканалов. Однако некоторые российские новостные телеканалы остаются бесплатными, из-за чего многие украинцы стали потреблять пропаганду страны-агрессора, не имея доступа к украинской позиции. Телеграм-канал Шептун рассказал о планах власти по борьбе с российской трансляцией. И тут указано, что у нас, в нашей стране около четыре с половиной миллиона украинских домогозяйств пользуются спутниковым телевидением, из них около 600 тысяч пользуются пиратскими сервисами и потребляют контент, производимый пропагандистами государства-агрессора. Вот тут много интересных вопросов. Ну, действительно, после кодировки украинских каналов, российские каналы остались в бесплатном виде, именно развлекательные, я не имею ввиду новостные. Как видите, новостные каналы тоже в Украине бесплатные, тут никаких вопросов. Однако, каналы, которые вещают развлекательный контент, а именно ТНТ, ОРТ, РТР, они работают в открытом виде, как работали, так и работают, даже частоты никогда не меняют. Обратите, кстати, внимание. А при чем тут пиратские сервисы, я не совсем понимаю. Из 600 тысяч, кажется, цифра завышена. Что касаемо термина пиратские сервисы, здесь, скорее всего, имеется в виду ОТТ-сервисы и сервисы каршарина. Но поскольку разговор идет за украинские домохозяйства, которые пользуются спутниковым телевидением, тогда это будут сервисы каршарина. А тут возникает другой вопрос. Поскольку авторское право НТВ+, а именно этот сервис расшаривается, именно этот провайдер, он распространяется на территории России, то тогда просмотр по технологии каршаринга на территории Украины вроде как и не является нарушением в области авторского права. Если среди зрителей есть представители киберполиции, я бы хотел услышать ваш комментарий по этому поводу. Ну ладно, это я немножко отвлекся, и теперь ссылка идет на телеграм-канал Шептун, который рассказал о планах власти по борьбе с российской трансляцией. Переходим на телеграм-канал Шептун, я нашел этот телеграм-канал и тут есть такой текст. Сегодня наши пташки принесли занятную информацию о том, как в Украине планируется бороться с освещением российских каналов и идеологии русского мира. То же самое для решения этой проблемы будет задействована киберполиция, которая будет серьезнее подходить к борьбе с пиратством, а также усилит ответственность за данное преступление. Кстати, я как человек, работающий в сфере спутникового телевидения, а то есть имеющий непосредственный контакт с аудиовизуальным контентом, я до сих пор вживую не видел ни одного инспектора киберполиции. Могу никак понять. В нашем городе, например, вообще нет инспектора киберполиции. Ближайший в Днепре есть, как в областном центре. Потом я ввел в результатах поиска. Украинцев будут сажать за спутниковое. И здесь в выдаче нашел ссылку на сайт Новоросинфо. Открыть эту ссылку мне удалось только после того, как я включил ВПН и перешел на Новоросинфо. А вот тут уже, как перекрутили, киевский режим ужесточает борьбу с просмотром жителями российских телеканалов при помощи спутникового телевидения. Как сообщает сайт Типичный Херсон, в новом законе о дезинформации и противодействии российской пропаганде может быть введена даже уголовная ответственность за наличие российского телевидения в списке каналов. Вот это уже откровенное вранье. Дело в том, что ответственность именно наступает за трансляцию российских каналов, а не за просмотр. Так что имейте это в виду. А вот сайт Типичный Херсон, на который ссылается этот сайт. Здесь та же новость и за наличие российских каналов в списке абсолютно ни слова. Вот так вот. К чему я это все рассказываю? Есть такое понятие, как информационная гигиена. Так что, уважаемые зрители и подписчики, Если вы видите такие новости, включайте аналитическое мышление, анализируйте и делайте правильные выводы. На этом все. Всем спасибо. Если вам новость понравилась, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok